Насчет ротации. Для нас, для всех это очень сложный вопрос. Когда мы этот вопрос задавали большим-большим генералам, нам говорили так. Парни, поймите, в данной ситуации на фронте невозможно взять бригаду, условно говоря, которая стоит там где-нибудь на Закарпатье, ни дня не воевавшая, привезти ее на Бахмут, а вас поставить на Закарпатье. То есть эта бригада сразу поляжет в тех условиях, в которые они окажутся. Мы это понимаем. Это действительно, наверное, имеет право на жизнь, скорее всего. Но мы говорим, хорошо, смотря какая бригада. Если это полностью механизированная бригада с полной штаткой, у них может быть до 7,5 тысяч человек. Это могут быть различные внутри отдельные механизированные батальоны, могут быть отдельные стрелецкие батальоны и могут быть другие подразделения. Почему нельзя менять по батальонам? Почему нельзя менять по ротам? Чтобы боевая основная часть осталась, но небольшими подразделениями, тем не менее, шли замены. Нам никто не дал ответ на этот вопрос. И ты сам еще тогда на нашем первом интервью летом, ты сам сказал, что тебе говорили, что воюют, условно говоря, 10-20 бригад, которые меняют местами. Так оно и есть на самом деле. Вот нас, мы закончили, нас убрали с Бахмута в первой половине сентября. И, по сути дела, все бригады, которые рядом с нами воевали на Бахмуте, прямо с Бахмута поехали на Купинск. Хотя на Бахмуте были огромные потери и человеческого ресурса, и технического ресурса, и брони, и всего остального. Мы сразу взяли и перевели на Купинск. Вместо того, чтобы отвезти куда-то и дать нам отдохнуть. Потому что бригады, которые были на Бахмуте, они, по сути дела, были практически почти год, 10-12 месяцев. То есть они вначале были в самом Бахмуте, как и мы, потом вывели на долг комплектацию, и потом вернули назад уже под Бахмут. Поэтому вопрос для нас, так же, как и для твоих зрителей, абсолютно открытый стоит. Мы не знаем, почему это происходит. Мы не знаем, кто за это отвечает. И как этот вопрос решить? Потому что, допустим, те же американцы, у них средний срок командировки – это 3 месяца. То есть когда подразделение вылетает куда-то в зону военных действий, не войны, как у нас, а в зону военных действий, там, возможно, ни разу не пролетит. Обычно это в районе 3-6 месяцев, смотря какое подразделение. Спецфура – это 3 месяца в среднем. Все. И после этого они уезжают назад в США. Люди понимают, психика человека просто не может выдержать год месиво-кровавого, в котором находимся мы. И поэтому я говорю, что мы все с больной головой. Поэтому я когда вот читаю, отвлекусь, когда читаю, что типа «вот парни ЗСУ должны вернуться, пойти в политику, стать депутатами, взять на себя ответственность». Я говорю, люди вообще понимаете, что вы сейчас говорите? Вы представляете, если, не дай бог, мы как клан, не один-два-три-десять в каких-то там партиях или что-то, а как клан, вот таких вот зайдет в парламент. Говорят, да вам же места мало будет в Украине. Вы не понимаете, что вы просите. Просто не понимаете. Поэтому невозможно просто так бесследно, чтобы человек пробыл год без ротации или два года с небольшими. Мы за два года, получается, в общей сложности нас выводили, это нельзя было назвать ротацией, вот за два года мы были меньше трех месяцев, не в зоне боевых дней. А некоторые подразделения за два года были месяц, полтора. Это же вообще ужас. Ну просто реально ужас. Поэтому действительно и зрители правильные вопросы задают. Почему мы сами задаем, почему воюют 300 тысяч и 700 где-то в Тулу? Мы тоже хотим с удовольствием пойти поохранять границу с Польшей, с Венгрией, с Румынией. Да мы готовы и с Белоруссией, и с Орками охранять. Вообще проблем нет. Вот, пожалуйста, дайте нам такую возможность.